Это больше похоже на апокалипсис. Просто гигантские клубы дыма вырываются из охваченного огнём здания. Кажется, его видно из любого района. Пожарная сигнализация на Калинина взревела около 11 утра. Загорелся один из крупнейших в городе складов с автозапчастями. На улице сотни очевидцев. Многих эвакуировали из соседних зданий. У нас только документы остались. Там все. Боитесь? Хорошо, что эвакуировали быстро. Как вообще происходила эвакуация? Из-за чего? Как же ничего? Да, я не без понятия. Все так быстро было. Уже через несколько минут пламя охватило почти все здание. Из помещения доносились громкие хлопки. Лопались панорамные стекла, вспыхивали автомасла и горючие смеси. Постепенно дышать рядом стало совсем невозможно. В какой-то момент пелена даже на уровне человеческого роста стала настолько плотной, что ощущение, будто снимаем вечером. В борту чувствуется отчетливый запах гаря. В общем, точно даже на улице пора доставать маску. Расчеты прибывают на место уже через пять минут. Сначала пламя пытаются остановить 25 человек. Но уже через полтора часа количество людей перевалило за сотню. Вот, например, спасатели выводят под руки. Он надышался гарью. Пожару присвоен высший ранг опасности. Очень сложная планировка. Горючая загрузка. И конструктивные особенности. Сложная кушать. Внутри находится пластик, запчасти от автомобиля. Также картон. Сгорело больше полусотни автомобилей автосервиса на втором этаже. Некоторые свою машину привезли только вчера. Говорят, когда увидели новости, сразу поняли. Скорее всего, чудо не произошло. Жалко, обидно. Дорогой автомобиль? Нет, благо, что недорогой. Ну какая? Какая машина? Опель. Небольшой. Ну, тем не менее. Ну, что теперь? Что? Вот вы сейчас приехали и посмотрели на это все. Что вам вообще говорят? Ничего не говорят. Не пускают и не подойти. Информации никакой. Более того, еще несколько компаний стояли вплотную к складу. Спасти хоть что-нибудь предпринимателей не пустили. Они просто смотрели, как догорает их бизнес. Короткое замыкание где-то. Испугались? Нет. А как выводили? Нормально вышли все и стояли, ждали, когда пожарники приедут. Что у вас внутри осталось? Все, оборудование. Примерная сумма может быть? Ну, миллиончиков, пять-шесть. Однако самое страшное, что внутри в ловушке оказались люди. Один из сотрудников склада. На его поиски вывели пять звеньев газодымозащиты. Меньше чем через час с одним из них потеряли связь. Тело работника магазина нашли только спустя шесть часов. О судьбе спасателей до сих пор ничего неизвестно. Их поиски продолжаются. Причины пожара тоже пока неизвестны. Но уже понятно, он стал одним из крупнейших и самых страшных за последнее десятилетие.